Бразильские ученые совместно с американскими коллегами разработали биосенсор для очков, который может измерить уровень глюкозы в крови через слезы. Новое устройство поможет контролировать его у людей, страдающих, например, диабетом. Как работает разработка, расскажет наш собственный корреспондент Бразилии Анна Орлова. Сейчас люди, страдающие диабетом, контролируют уровень сахара в крови, используя портативный глюкометр. Для анализа они прокалывают подушечки пальцев. Это не только больно, но и опасно заражением. Благодаря новому изобретению бразильских ученых, уже в скором времени эта неприятная процедура может остаться в прошлом. Представленный ими биосенсор для очков будет измерять уровень глюкозы в крови человека через его слезы. Благодаря тому, что биосенсор способен определять не только уровень сахара в крови, но и находить белки различных биомаркеров, его можно использовать для диагностирования заболеваний, в том числе рака, для чего понадобится лишь соответствующее программное обеспечение. Когда оно будет готово, мы точно не знаем, но потенциал очень высокий. Несмотря на, казалось бы, простую схему работы, новый датчик включает в себя все последние разработки десятилетия. Сложнее всего, по словам его создателей, заставить работать механизмы одновременно. Конечно, без собственных инноваций не обошлось. Специальный механизм крепится на носовые упоры очков. Как только слеза коснется датчика, изобретение тут же проведет полный анализ глюкозы в крови. Это изобретение достаточно многофункционально. Если его немного перекоммутировать, то сенсор покажет количество витаминов в крови человека, зная, что коллеги уже ведут переговоры с потенциальным производителем очков. Пока же изобретение бразильских специалистов проходит тесты. Когда конкретно датчик появится в продаже, неизвестно. По словам ученых, сейчас они дорабатывают мобильное приложение, с помощью которого на смартфон будут приходить отчеты после анализа. По данным Всемирной организации здравоохранения, количество больных диабетом постоянно увеличивается. Сейчас этой болезнью страдают около 380 миллионов человек во всем мире. А уже к 2035 году это число может вырасти сразу до 580 миллионов человек. Анна Орлова и Герберт Рейс специально для Хабар-24 Бразилия.